всем привет с вами юлия трус и вы на канале московской академии экономики и развития и в этом видео мы поговорим с вами о функционале ропа роп это руководитель отдела продаж первое с чего нужно начать говорить о функциях ропа это о его обязанности в первую очередь и самая главная обязанность ропа ни в коем случае не помогать не продавать вместе с менеджерами или с продавцами не в коем случае не доделывать и не переделывать если роб начинает вместе с сотрудниками доделать переделать то он теряет свой функционал его основная обязанность это контролировать выполнение задач функционала и плановых показателей менеджеров отдела продаж и Если вы предприниматель и вы ищете вот эту информацию, чем же должен заниматься у вас роб, вам нужно понимать, что вы должны искать не няньку для своих менеджеров, которая будет с ними там все вот это делать, нянчиться, а вы ищете человека, который их соберет и их будет вести к выполнению плановых показателей, к выполнению плана продаж за месяц. Из этого вытекает следующая обязанность руководителя отдела продаж. Это распределение плана продаж. Некоторые утверждают, что планом продаж занимается роб, в смысле он планирует, сколько выручки будет сделано в следующем месяце. Ни в коем случае руководитель отдела продаж не планирует выручки будущего периода. Руководитель отдела продаж может участвовать в планировании выручки или дохода следующего периода, но ни в коем случае не занимается единолично. Но руководитель отдела продаж обязательно распределяет план внутри своего отдела по сотрудникам. Руководитель отдела продаж и формирует отдел продаж, формирует вот это необходимое количество, необходимое качество сотрудников отдела продаж. Потому что когда роб видит, что, допустим, план растет, а сотрудников остается все такое же количество, он должен понимать, либо мы будем уже жертвовать качеством, то есть люди будут хуже работать и не будут выполнять план, либо мы будем жертвовать, то есть терять какой-то объем заявок и все равно не будем выполнять план. То есть это задача роба тоже прогнозировать формирование отдела продаж, набирать людей наперед, а не тогда, когда мы уже не выполняем план из-за того, что сверх нагрузка пошла. Следующий роб очень часто занимается обучением сотрудников. Не глобальным обучением, а когда он видит, что какой-то из менеджеров, например, с какой-то техникой не справляется или с каким-то возражением, или неправильно делает заход и так далее, и так далее. Именно роб помогает скорректировать вот эти речевки, скорректировать вот эти западающие навыки каждого отдельного сотрудника. Но глобальное обучение чаще всего проводит не роб, а нанимается уже отдельный внешний тренер, который обучит новой технике, например, или продажу нового продукта. Роб может скорректировать, либо дать определенное ТЗ для внештатного тренера. Эта информация прозвучала скорее для работодателей, и если вы работодатель, ну, раз вы ищете роб, то, скорее всего, либо работодатель, либо комдир, да, либо гендир. У нас есть еще один канал для предпринимателей, да, это Трус про бизнес. Там много выпусков о том, как увеличивать прибыль в своем бизнесе, как управлять и как на самом деле выводить свой бизнес на другой уровень. А здесь давайте мы продолжим для тех, кто хочет стать руководителем отдела продаж. Вы должны понимать одну простую вещь, что для того, чтобы быть руководителем отдела продаж, вы не должны перед этим быть самым лучшим менеджером отдела продаж. Вы не должны знать все техники продаж в мире. Вы должны понимать, что продавать и руководить вот этими людьми, которые продают, это две абсолютно разные задачи, разные функции и разные образы жизни. Если вы хотите быть руководителем, вам нужно понять, что вы отсоединитесь от своего коллектива, и вы уже будете не внутри, а вы будете над. И вам нужно будет не помогать каждому, да, приходить и говорить там Танечка, Васечка, кто-нибудь там еще, Петечка, да, давай мы с тобой здесь поработаем. А вы будете смотреть на цифры и говорить, тебе нужно докачать вот эту технику, тебе вот эту, да, отдай клиента туда, а тебе сегодня мы клиентов больше не дадим, потому что ты не отработал вчерашних клиентов. То есть вы работаете уже совершенно на другой позиции, то знание техник продаж, оно вам пригодится и будет важным для вас вот буквально процентов на 10. Вам нужно будет изучать искусство управления, искусство делегирования и искусство корректировки работы сотрудников вашего отдела прямо в моменте, потому что ваша основная задача будет в том, чтобы весь ваш отдел выполнил коллективный план. Для этого вам нужно будет, конечно же, прописывать инструкции для каждого, регламенты, скрипты, контролировать выполнение этих инструкций, регламентов и скриптов. Вам нужно будет заниматься мотивацией, да, материальной и нематериальной в том числе. Конечно же, вас будет интересовать, а какая зарплата на сегодняшний день у РОПа. У РОПа в зависимости от того, где вы будете работать и в зависимости от того, какой вы РОП, да, сколько времени и какие вы результаты умеете давать, у вас зарплата может быть там от 100 до полумиллиона и до бесконечности зарплата, но в среднем РОП по Москве зарабатывает 200 тысяч на сегодняшний день. Сильно ли устают РОПы на своей работе? Вот здесь знаете как, смотря какой РОП и смотря какая работа, потому что если в компании, куда вы пришли, там автоматизирована раздача лидов, автоматизирован контроль, если есть какие-то дополнительные отделы, которые помогают сопровождать отдел продаж, то, конечно же, там будет достаточно легко. Ваша задача будет только контролировать процент выполнения плана и всех, ну, скажем так, мотивировать, кого-то мотивировать, а кого-то пинать для того, чтобы план был выполнен. Если вы попадете в отдел продаж, где ничего не автоматизировано, где вы работаете совсем абсолютно со всем руками и у вас нет никакого звена, которая будет помогать как минимум там выставлять счета, подписывать договора, дожимать людей, сопровождать людей, то, скорее всего, все это будет завязано на вас и это будет гораздо сложнее, чем в первом случае. Какой должен быть опыт у ропа? Ну, вот такой вопрос, да, вот смотри, если ты проработала 10 лет ропом, можно сказать, что у тебя опыт 10 лет. Ну, например, если бы ты пришла ко мне работать ропом и сказала, у меня опыт 10 лет, я бы спросила, а что ты в это время делала, вот эти 10 лет, а что ты умеешь делать? Всегда работодатель будет на собеседовании задавать вопросы, да, если какой-то из менеджеров, например, сильно остает в конверсии из заявки в продажу, что ты будешь делать? Да, тебе надо отвечать, то есть умеешь ли ты работать индивидуально с отставанием каких-то показателей с каждым сотрудником, да, у каждого сотрудника. И правильным ответом было бы, я бы посмотрел, посмотрела, на каком этапе у моего менеджера отваливаются клиенты, да, и вот этот этап и был бы для меня проблемным, который нужно, скажем так, усовершенствовать, улучшить. И тогда вам нужно было бы сесть, проговорить с менеджером, что в такой ситуации тебе нужно говорить клиенту вот это, а вот это никогда не говорить, отпускать его, да, и смотреть, как он выполняет ваши, скажем так, вот эти новые уже требования и новое знание, реализовывает ли он. Ну, и таким образом мы будем смотреть, насколько поднялась конверсия, поднялась ли конверсия, да, и что дальше делать с этим сотрудником. Работодателю будет важно, с каким количеством менеджеров вы умеете справляться, потому что одно дело, когда роб работает там с четырьмя менеджерами, и другое, когда он может взять 10 менеджеров и давать результат, то есть никого не потерять. Следующее, что будет интересовать работодателя, это с какой выручкой в месяц ты умеешь работать, потому что роб, который умеет работать с выручкой в миллион, вряд ли подойдет на вакансию, где необходимо работать там с миллиардами в месяц, потому что абсолютно разный подход к цифрам, потому что очень часто роб, который работал там с оборотами миллиона или там пару миллионов, он с таким вот так вот будет смотреть, когда его поставят план там сделать там 250 миллионов, то есть он может даже не осознать вот эту цифру, ну и, соответственно, не привести отдел к такой цифре. Следующее, что важно при поиске роба, да, на что обращают внимание, с каким средним чеком ты работал, потому что одно дело продавать товары и управлять командой, которая продает товар там со средним чеком 1000 или там 5000, и другое продавать товары за миллион, да, там разная аудитория, там разное возражение, и менеджеры работают вот в этих разных отделах разные. У нас в Академии есть программа, на которой мы обучаем робов, помогаем людям становиться руководителями отделов продаж. Если вас интересует эта профессия, можно зайти на сайт по ссылке под этим видео, и вы увидите, что должен делать роб, там прям подробно расписано в программе и в результатах, там огромный функционал, огромный, глубокий, широкий, и оно того стоит. Запрос на робов огромный, на разных робов, на разные отделы, онлайн, офлайн, неважно, в разные сферы. И робов не хватает, людей, которые хотят стать робами очень много, и многие менеджеры допускают серьезную ошибку, они хорошо продают, они увидели, как работают их робы, и приходят на собеседование, да, откликаются на вакансии робов, и, ну, немножко врут, говорят, что, ну, я работала и работал робом, ну, потому что я видел, что он делает. На самом деле у роба очень много вот этой невидимой работы, особенно не видят менеджера по продажам. И вот когда приходит такой роб, который видел только кусочек, а глубину все не знает и не понимает, его на собеседовании очень легко понять, то есть ты задаешь три вопроса, и все, и там, там просто человек плывет. Ну, профессия роба не такая очевидная, не такая простая, крайне востребованная, высокооплачиваемая, крутая, ты уже на уровне топов, но этому нужно учиться. И для того, чтобы повышать свои компетенции, учиться и зарабатывать больше, подписывайтесь на этот канал, здесь все для вас, для того, чтобы вы зарабатывали много всегда, постоянно стабильно. И на этом у меня все, до новых встреч в новых видео, пока-пока!